Всем привет! С вами Универ Ньюз и я, Аделья Шамилова, стану вашим путеводителем в незабываемый мир студенчества. Итак, поехали! То, что не видят другие, детский университет продолжает удивлять. Сколько бы мы не зарабатывали, нам всегда мало. Как на эти деньги, не пощекотав себе нервы? Теперь знает и наша съемочная группа. Смотрим. Возможно ли в наше время прошить без кредита? Пожалуй, над этим вопросом задумывался каждый. Казалось бы, кредиты позволяют нам совершать важные покупки, непринужденно загоняя клиентов в долговые ловушки по собственному согласию. Однако не стоит забывать, жить без кредитов можно и нужно. Как обезопасить свою жизнь без долгов? Кому нужна финансовая подушка безопасности? Об этом и многом другом говорили на открытии третьей Всероссийской недели сбережений. В частности, эта неделя, третья неделя сбережений, она посвящена трем ключевым темам. Первая тема – это кредитная нагрузка. Вторая тема – это защита прав потребителей финансовых услуг. И третья тема, большая – это защита от финансовых мошенничеств. Площадкой для проведения Всероссийской недели сбережений Казанский федеральный университет стал не случайно. КФУ принимает активное участие в реализации программы повышения уровня финансовой грамотности населения по всем направлениям. Казанский федеральный университет является ведущим университетом нашего региона и ведущим в плане повышения финансовой грамотности. Наш вуз уникален еще в том, что здесь сосредоточены все три центра подготовки финансовой грамотности. Несмотря на то, что кредитная нагрузка, как правило, ложится на плечи взрослого населения, студенты приняли активное участие в мероприятии. Молодые экономисты не рекомендуют игнорировать данную информацию по целому ряду причин. Начиная даже со школы, может быть, в университете уже полностью погружаться в эту сферу и понимать, что и как, чтобы планировать свой хотя бы еженедельный доход, потом уже месячный, ежегодный, также преувеличивать свои доходы. В завершении встречи участники анонимно сдали экзамен по финансовой грамотности. Никаких оценок организаторы не ставили, но отметили, что стоит отнестись к его написанию предельно серьезно. Стоит задуматься, если население нашей страны станет финансово грамотным, то скольких проблем можно будет избежать? Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюз. Казанский университет стал одним из 23 вузов мира, имеющих 4 звезды по версии Коэ Старс. Для того, чтобы заработать свою высокую оценку, Казанский университет должен был показать результат выше 550 баллов из тысячи возможных по итогам многоаспектного аудита. Татарстан взял курс на восстановление духовных святынь, роли республики в истории России и всего мира. Соответствующее заявление министр экономики республики Артем Ждунов сделал в рамке сессии по реализации стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. Казань может стать центром кинопроизводства в СНГ и странах Восточной Европы. Об этом заявил мэр Ильсур Медшин по сессии реализации татарстанской стратегии 2030 года. Первый в истории татарстанский космонавт отправился в космос. Наш земляк стал командиром корабля «Союз». Немецкие ученые помогают выращивать лес в Татарстане. Совместные проекты дадут республике новые саженцы, которые вырастают за 5-10 лет. В Казани стартовал турнир по регби на кубок «Динамо». На поле встретились московская команда «Южная Тушина» и казанский коллектив «Динамо». В КСК КФУ «УНИКС» прошла еще одна лекция для юных студентов Казанского федерального университета. На этот раз они разобрали экономику впечатлений и увидели то, что не видят другие. Подробности в нашем следующем сюжете. Сам в утро по всему КСК «УНИКС» раздавался звонкий детский смех. А это означало лишь одно, что сегодня проходят очередные развивающие лекции, проводимые детским университетом. Перед юными студентами выступили преподаватели Казанского федерального университета с такими темами, как экономика впечатлений и как увидеть то, чего не видят другие. В процессе этой лекции пытались рассказать не, что такое экономика, что такое впечатление, обругать Макдональдс, но почему-то не поругать КФС и Бургер Кинг, высказать свое впечатление о Диснейленде. И у них задание придумать парк развлечений в Казани и придумать такую интересную точку общепития в Казани. Так, 23 октября юным студентам удалось узнать, как же экономика помогает создать у потребителя приятные воспоминания об услуге или товаре, а также блеснуть своими знаниями в области знаний компании, которая производит такие впечатления на людей. Я, в принципе, не предполагала, что такое экономика, и эта лекция мне помогла побольше узнать вообще о том, что это значит. Я считаю, это просто познавательно, чтобы даже если ты знаешь, что такое, хотя бы повторить, как говорится, повторинимать учения. Экономика впечатлений – это способ зарабатывать деньги с помощью развлечения кого-либо. Механизм формирования основ экономической культуры у детей представляет собой единственное нравственно-экономических знаний, представлений, чувств и привычек поведения. Тем самым помогает уже с самых юных лет научиться разбираться в том, в чем порой не может разобраться ни один взрослый человек. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Если ты любитель командного спорта, то следующая новость для тебя. Горячим стал лед в недавнем противоборстве двух хоккейных команд. Ответ на вопрос, чем же закончилась борьба сборных КФУ и КГСУ – в нашем следующем сюжете. В минувшее воскресенье 23 октября в спортивном комплексе «Триумф» состоялась первая игра сборной КФУ в рамках чемпионата студенческой хоккейной лиги сезона 2016-2017. За победу в данном этапе игроки федерального боролись с командой архитектурно-строительного университета. Чемпионат студенческой хоккейной лиги ведет свой отсчет с 2012 года. И за все это время в зачете федерального исключительно призовые и победные места, о чем не без гордости говорит тренер сборной Алексей Ливанов. Сборная КФУ по хоккей и шайбе является основным фаворитом данного турнира. Надеемся, в этом году мы также покажем очень хорошую и достойную игру. Студенческая команда КФУ собрана преимущественно ориентировавшись с пяти подразделений. Основная масса это институт геологии, институт управления экономикой и финансов, также есть представители юридического факультета. В этом году хороший игрок поступил на инженерный институт. В принципе, мы сторонники того, чтобы наша команда состояла именно из желательных представителей каждого подразделения. Судья разобрались, гол не засчитан. И вот под конец первого периода командная и организованная игра Марата Хафизова и Даниила Гатина дала возможность Андрею Кутепову забить еще одну шайбу ворота строителей. Со счетом 4-1 в пользу Казанского федерального завершился данный матч. КГСУ показали себя достойным соперником и дали понять, что команде федерального в этом сезоне придется непросто. Игра была очень сложная. КГСУ очень хороший соперник, очень много хороших ребят. Много силовой борьбы было. Хорошо, что мы реализовали побольше моментов, чем они так, потому что мы могли и проиграть, и выиграть. То есть, как карта ляжет в этой игре, было все. Но нам повезло. Спасибо команде. Александр Барышева, Роман Самарин, Универт Ньюс. Своя зона отдыха появится в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Там начали обустраивать площадку, свободную от учебного процесса. Подробности далее. В преддверии холодной зимы университет радует студентов радостными новостями. В Институте международных отношений, истории и востоковедения открыли дворик отдыха, где каждый сможет отдохнуть, расслабиться и отвлечься от студенческих забот. Этот самый дворик будет называться «Имои в дворе», где летом, весной и в теплое время осенью студент может просто прийти отдохнуть во время перерывов между парк. Тут будут фонтаны, тут будут беседки, лавочки и просто, так сказать, и коворкинг-зона, и, так сказать, зона отдыха. Но в европейских странах это очень часто практикуется, и Институт международных отношений и истории и востоковедения тоже хочет следовать этим уже традициям. Создание такой зоны отдыха администрация института обуславливается желанием создать УЗУ для студентов. В нашем институте очень много различных мероприятий, в нашем институте все делается для того, чтобы студентам было комфортно, чтобы студенты чувствовали себя в нашем университете, как у себя дома, и чтобы всегда хотели возвращаться к себе домой, всегда хотели возвращаться в КФУ. Ожидается, что насладиться обещанными фонтанами и лавочками можно будет уже в течение следующего учебного года. Павлова Юлия, Ленар Довлетяров, Универньюз. Скажите, как часто вам удается не просто познакомиться с именитым баскетболистом, но и получить настоящий мастер-класс действующей звезды Уникс? Баскетболист Вадим Панин осуществил мечту детей. О Евролиге, будущих звездах спорта и о советах ведущего баскетболиста смотри в нашем следующем сюжете. В баскетхоле, где тренируются и принимают игры баскетболисты триумфального клуба Уникс, прошла встреча известного игрока команды Вадима Панина с болельщиками клуба. Здесь каждый смог прикоснуться к мечте и дать пас именитому баскетболисту. Усталость я чувствую, напряжение, потому что с игроками Уникса играть тяжело, у тебя все из рук валится, переживаешь, что сейчас проиграешь, а все. Очень приятно смотреть за ребятами, которые действительно стараются улучшить свои какие-то баскетбольные качества и попасть в первую команду стремятся. Также они ходят на матчи основной команды, смотрят, поэтому я думаю, что главное заниматься, стараться и обязательно должно что-то получиться. Это намного лучше, чем просиживать у телевизора, у компьютера или еще что-то делать. Профессионально с Униксом мы играем в первый раз, мы встречаемся не первый. Мы уже много раз брали у них автографы, всякие блокады у них из рук, фоткались, там вообще миллион раз. Участники мастер-класса – это частые зрители на матчах Уникса. Вадим Панин и спортсмены клуба поддерживают юных фанатов, иногда даже проводят совместные тренировки. Мы поинтересовались у Вадима, что бы он пожилал себе в их возрасте. Хороший вопрос, да, иногда об этом думал. Я думаю, если бы у меня, конечно, были мозги, как сейчас, у меня 20-летнего, наверное, может быть, было что-то по-другому. Хотя я думаю, что ничего бы назад не возвращал. Главное, я думаю, когда ты молодой, работать, стараться не опускать руки, например, там, ну, все равно будут какие-то неудачи и на них не расстраиваться, а делать правильную работу. И просто двигаться вперед. Звезда Уникса своим личным примером привлекает юных спортсменов в баскетбол. Глядя на Панина, глаза загораются не только у ребят. Я играю с профессионалами, мне это нравилось. Я обычно всегда, я хожу одна на тренировку, я с мальчиками играю, одна из мальчиков все время. Кстати, совсем недавно начался новый сезон Евролиги. Хотя первая игра завершилась не в нашу пользу, Вадим уверен в успехе своего клуба. У нас старт немножко неудачный, но мы были близки во всех играх. И тут, я думаю, просто надо гнуть свою линию, и победы придут, и в конце будет каждая какая-то победа на вес золота. Юные болельщики Уникса всегда поддерживают любимый клуб и остаются ему верны даже в случае неудач. Вадим Афанин очень хороший игрок. Он много открывается, много попадает. Как сейчас трешку забил, решающий, он всегда такие забивает. У него еще он хорош тем, что нашел себе такой клуб, как Уникс. Хорошие друзья. Я надеюсь, что баскетбол будет забиваться. Ну, если не полностью, то почти. И для нас это будет хорошей помощью. Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Не забывай, студенческая жизнь не стоит на месте, а значит, мы встретимся уже совсем скоро. Пока.